обращается женщина ну не буду называть имени муж умер семь лет назад от тяжелых заболеваний осталась одна с двумя ребятишками в личной жизни ничего не получается это для меня очень важно у меня появились тоже два тяжелых заболевания я уже стал обороться то ли это карма такая тяжело читать такое письмо но это же то что происходит в реале правильно это что происходит постоянно со всеми и очень часто происходит и расскажите мне тогда в таком случае ну кто бы мне так сказал да ну хорошо я посмотрел искал карма а что не карма том это ведь по-другому естественно карма как по-другому есть обстоятельства почему это происходит почему мы начинаем об этом думать почему мы начинаем метаться когда у нас уже это все произошло почему почему а раньше этого нельзя было сделать это все видно друзья у нас есть прибор прибор для измерения ауры что такое аура аура это наше энергетическое тело тело то есть любой человек в принципе если захочется научиться научиться видеть эту ауру ну неважно и увидеть не надо не имеет значения у нас есть прибор мы видим в наших энергетических телах наши проблемы они возникают там почему же мы дожидаемся когда она возникнет здесь где то что называется профилактика вот где она была когда-то ведь верно люди ходили они же не ждали когда они заболеют если они ходили и занимались мы получили информацию надо как-то переходить уже к практическим вещам поэтому продадите вы квартиру или нет это вопрос гору по рецкой кэзи я знаю может какой-то степени к василине я тоже могу ответить только не считаю что это корректно будет вот смотрите женщина 19 мая 1901 зашкаливающая то что я называю self-esteem или от самооценка когда человек участвовал а программа женщина говорит я не авторитарно ну знаете есть такое выражение позвольте вам не поверить то есть человек может это даже не принимать в нем сидит это авторитарность он просто не знает инцентивно до инцентивно он может быть это понимает особенно тот человек у кого есть интуиция вот эта женщина невероятнейшая интуиция но просто просто то есть я бы так сказал что особый знак людей которые не долго посещает землю и если они задерживаются на этом пути то есть ждут тяжелая болезнь знаете почему невероятно обостренное чувство справедливости опять та же самая вещь догнать человека и причинить ему добро зачем мы живем в дуальном мире если вы хотите всех этих экстремистов всех этих террористов уничтожить или вы сдать им по заслугам не получится вы не обличены полномочиями извините мы обличены давайте думать прежде все-таки о себе а уж потом а где-то о ком-то да что такое обостренное чувство справедливости вы видите несправедливость и вот эти редиски которые делают эту несправедливость вы дико возмущены вы с ними начинаете контактировать на тонком плане этим самым вы берете их самое худшее качество себе и это отражается прямую и напрямую на вашем здоровье мир дуален повторяю там происходит невероятно все что угодно может происходить в этом мире как вы повлияете на это расскажите вы можете повлиять на это нет чувством справедливости а позитивным взглядом на мир приведу совершенно парадоксальный пример и очень многие не согласятся ситуация создается по закону кармы не верите просите и ведь это как право каждого никого мы не осуждаем мы даем информацию я даю информацию значит я просто рассказываю что бывает то есть так гласят священные книги почитайте если хотите это я придумал там как написано а принимаем или не принимаем мы это вещи это наше право наше дело так вот создается ситуация в котором кто-то простите должен погибнуть для пользы их души они совершили и совершали какие-то злодеяния им воздается сегодня по заслугам мы этого не знаем мы этого не видим мы понятия не имеем кто эти люди почему они погибли мы же не знаем это мы только допускали а как по-другому может быть по-другому быть не может случайности не бывает это все закономерность верим не верим хотим не хотим это истина так описывается в книгах верим наше право не верим наше право так вот оно произошло и оно произошло или я уже приводил пример мы поговорим когда-нибудь об этом более предметно более детально 5000 лет тому назад была ситуация 60 километров от современного дели в индии когда это называлось столица индии баллахастинапур 60 километров к северу находилась поле битвы она называлась куркшетра куру сейчас не будем детали даваться на этом поле за 18 дней но в пределах погибло 600 миллионов воинов шатре 600 миллионов за 18 дней погибли и вот была там ситуация когда арджуна подошел к своему возничьему который роль которого играл кришна и говорит я не хочу убивать этих людей они мои кровные братья там было пять братьев против пяти братьев двоюродных и среди них был дед пишем а вот который был дед всех и он был на той стороне я не могу он ему отвечает это для их блага значит могу не могу не хочу не хочу ты обязан и орудия и орудия в руках господа будем так называть и орудия справедливость должна быть восстановлена все тело оно разрушится но душа на же не разрушится мы же это знаем это для них урок что потом придя в другое воплощение вспомнить или момент смерти не важно вспомнить о том что они сделали понимаете а мы этого не знаем мы начинаем связываться с этими людьми и начинаем их осуждать мы начинаем их клясть ненавидеть и забираем на себя все их проблемы понимаете какая вещь вот это опасно